Хоккейная Сибирь провела первую тренировку на своем льду после минских сборов. Две с половиной недели в столице Беларуси команда работала на улице и в тренажерном зале, параллельно совершенствуя командное взаимодействие на хоккейной коробке. Михаил Якимов побывал на открытой тренировке Сибири и подробнее узнал об итогах первых сборов и ближайших планах команды. У игроков в Сибири отличное настроение. Первый сбор в Минске прошел успешно. После долгого отпуска все соскучились по льду и сейчас с удовольствием работают с шайбой. Супер. Наконец-то. Уже наконец-то давно вышли из отпуска и пашем, пашем, еще раз пашем. Ну, наверное, парашюты. Это самое сложное было. Так полетали, ВДВ отметили в день. И все нормально. Сейчас порхаем. Трудное упражнение – это когда хоккеисты с прикрепленными и раскрытыми за спиной парашютами бегают по льду. Основная задача на первый тренировочный сбор – работа над физической подготовкой. Даже на льду ей уделяли большое внимание. Провели тесты по физподготовке. Тесты были, результаты были хорошие. Видно, что ребята готовились. Ну и продолжали, соответственно, в Минске работать над физикой. Занятия продолжаются в зале тоже. Но основной акцент на льду – да, это тактические занятия. Ближе к концу минского сбора провели два товарищеских матча, в которых сначала в упорной борьбе уступили местному «Динамо», а затем уверенно обыграли «Витязь». Первые игры – это во многом проверка для новичков в условиях, приближенных к боевым. В этом году в команде много новых игроков. Даже вратарь Денис Костин – один из лучших киперов в «Эхейл» прошлого сезона. Вратарь, мне кажется, больше всех чувствует уровень разных лиг, потому что вратарь все-таки зависит от происходящего на площадке, а полевые игроки – это созидатели. Вратарям приходится их останавливать. Поэтому, ну да, понятно, скорости побыстрее, все ребята покрепче, броски помощнее. Это стандартные вещи, которые каждый заметит. В Новосибирске тренировки продлятся недолго. Уже в конце недели Сибирь отправится в Москву, где в воскресенье запланирован очередной товарищеский матч со столичным «Динамо». А на следующей неделе – в Нижний Новгород, где дважды сыграет «Старпеда». Радовать болельщиков в новом сезоне готовятся не только игроки, но и отремонтированный ЛДС. Сейчас работа кипит и внутри, и снаружи любимой арены. На фасаде устанавливают новые буквы названия в привычном формате.